Пропускаю интересную тему. Сейчас мы с вами, у нас не много времени остается, займемся арикметикой. Почему? Потому что я благодарю этих самых, как называть имерезвиками, хотя они телевизорской академии фактически опозорили. Говорили, что я железно опозорю телевизорскую академию. Судя по всему, конечно, учились они, может, и на пять, но почему-то это самое как-то... Ну, короче, все учеба, отрежу все лишнее. Выберем форму кровной, обязательно чаши, как будто дерево, это чаша нужно. Вот. И раны. И, наконец, искалечить деревья, а потом прескать, считая, что они вернут им здоровье. Никогда. Ни одно из миллиардов, уже не миллиардов, миллиардов, миллиарды тонн ядохимикатов, только потому, что если на юге это вынужденная мера, насекомых больше, значит, эти самые, проблем больше, опрыскивать надо, а у нас только перестань калечить, и насекомых нет, как у меня. У меня Савинич все четыре-пять лет провел в саду. И это как я вообще-то нарешу. Самая грамотная студентка, красная дипломница, путинская, как это называется, стипендиатка. Вот такой список этих самых. Но ее-то не обманешь. Представляете, я при этом шептал, нет, ты молчи, что у меня эти грибы там. Нет, ребята. Поехали. Смотрим дальше. Сейчас немножко арифметики, и мы на этом закончим. Это важнейшее письмо. Приобрел у вас Амур, Королевский и Мажорский. Все пять, то есть имеется в виду, сын Нанджурский номер раз, сын Нанджурский номер два, сын Нанджурский номер три, четыре, пять. Итого двести. По 40 косточкам. Амур Королевский, это еще восемьдесят. Итого двести восемьдесят. Схожность, пишет Иван, двадцать и двадцать пять. Это меня радует. Кто за заявки этот этот этот? Ну, мне нельзя сейчас отвлекаться. Значит, во-первых, я попрошу... А, и пишет, что интересно. Спасибо за обзор, учение, нарадоваться не можем. А яд у вас требует... О, да. У вас же... Знаете сколько? Если двадцать пять зашло, а убить их потом невозможно. Даже вот те, которые видели там, совершенно... Ну, которые до колена, а выше мёртвая. Даже те убить невозможно. Он никуда не генится, вырастет. Так вот. Получается четверть от две тысячи... От двухсот восьмидесяти, да? Четверть, это получается двести восемьдесят. Пополам сто сорок. А, семьдесят. Пока семьдесят зашло. Так? Вот это мы установили. Теперь. Давайте по арифметику. Дело в том, что... Одно из страшных обвинений, что я жлоб, скотина, негодяй. Ну, там не было слова скотина. Ну, подразумевался. Ну, не может человек по двадцать рублей косточку продавать. Ну, не может. Это начало на это, сам... Там были такие слова, что ещё и обиднее были. Итак, от золотых косточек. Сейчас мы, наверное, в косточку куда-то посмотрим, потому что перейдёшься. А я сейчас чё объявление должен сделать. Итак, с вас фото. И вот ваши фотографии. Смотрите. Чем мне нравится и почему вас ждёт успех? Вот они. Ну, пусть на ближнем плане лучше всё видно. Вот это. Смотрите. Всегда, когда вы увидите вот эти скорлупки, которые раскрыли, да? Вот. Это значит, что корневая шейка там, где положено быть. Ну, может быть, на миллиметр загублено. Вот. Поэтому у вашего сада большое будущее. Попутно учёба есть учёба. Давайте посмотрим. А вот видите, как вы сделали. Вы сделали большой-большой парник. Вот это называется парник. Вот. И у вас прекрасно взошли. Не знаю, как вы от мышей уберегли. Это отдельный к вам вопрос. Вот. А если их больше не будет, значит, смотрите. Не бойтесь мышей прямо сейчас. Вот они какие-то росточки. Смотрите. Сейчас. Я же не могу. Я всё-таки имею к этому отношение. Вот они. Видите росточки? Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Красота. Вот они. Вот они. Ладно. Посмотрели. Теперь сама арикметика. Это мой триумф. Вот. Обвинить железо в том, что у него золотые косточки. Просто рубливая. Я сейчас вам покажу такое сравнение. Вы упадёте. Итак. Представил я себе мечтать не вредно. Что зайдёт ещё половина. Столько. То есть за 50%. Значит. 280 косточек. Вот. Посчитайте. Жадный я или нет. И результат вам. У нас время 25 рублей. Они меня обидели, что я по 20 продаю абрикосов. Мне идёт по 25. Там другая утверждала, что за тысячу. Хотела мне по морде. Что у меня косточка тысяча стоит. Но это её напарница. У каждого своя фантазия. А. Или напутала что-то. Обидела не 20. Вот это. А 25. Я говорю. 25. Что дешёвые такие. Я что себя не уважаю. 25 рублей. Уже давно устарела эта цена. Смотрим. 28 на 25. 7 тысяч. Итак. Судя по её письму. Она затратила 7 тысяч. Схожесть 50%. Получается. Что и костичка взросла. Вторая не взросла. Третья взросла. Четвёртая не взросла. Пятая. Ну 50%. Будем надеяться. Я взял цифру. Небольшую. 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 Обычную. Тогда костичка саженец стоит 50 рублей. Не 25. Раз половина не взросло. А деньги тратены. Итак. Костичка-саженец. Это у нас саженцы. Видели? Это саженцы. Вот. Их получается 50%. 140 штук. И это не дикари. Знаете, почему это не дикари? Потому что есть Маулин. Это то, что он из моих сельцев взятый. Даже не сыновей манжурца, которые культурные. А самого манжурца, самосев вот эти вот по 30 рубликах. Два десятка или три я вышел. Они превратились. Это сенсация на всю страну. Другое дело, что эта сенсация никому не нужна. Ему тоже никто, как и мне, не присвоит. Ни государственной премии никакой. Просто он это направление освоил. Как бы оседлал. И в этом вся прелесть. Но у него-то ни одного дикаря, а девчата. Наташа, Оля. Ну как же так-то? Ну почему все время молчите? Почему вы сходите? Ну извините, Акси, ну мы пользовались данные, цитировали 80-90-летние данные. А как будто с тех пор старинча не было. И вот получается, смотрите. Давайте мой триумф. Итак, 140 штук. Вот этих. Ну пусть 140 дойдет до нормального состояния, до взрослого. 100. Один саженец яблони. Про абрикосы речь и нет. Финни не умеют абрикосы вращать. Куда им даже лезать? И там до вас. Вот ваши результаты. Куда им до вас, Иван? У них один саженец стоит от 4 до 8 тысяч рублей. А знаете какой саженец? Также изуродован тем, что у него штамп. Имеется. То есть все это резалось-резалось. Уже метр. Да, уже по 7 метров. Помните? Ладно. Я сейчас про загранические друзья молчу. Это называется негласное молчание. Итак. Значит. 8 тысяч рублей саженец, в котором штамп изувесенный. Вот. И еще 2 метра. И как он будет переживаться? И никакого понятия о том, что от этого штампа нужно 2 трети отрезать, чтобы он нормально развивался. А если отрежешь? Правильно, как тот говорил. Это самое. Воровская обрезка. 8 тысяч. А здесь? А здесь. Внимание. 7 тысяч. Человек потратил 7 тысяч. На 280 косточек. Из них образа получается хотя бы 100. 100 абрикосовых деревьев. 100. А здесь 1 саженец дороже. А? Девчата. Тимирайзики. Ну, в школе-то тройки были про... Это... Про... На этих самых. Про математике. Математика это вам, не это. Вы знаете, математика это королева. Математика это все. И ваше. Она не ваша, она наша. У меня такое впечатление, что генетику вы не знаете. Мы про это поговорим еще. Вот. А это тоже математика. Генетика, девчата, это математика. Генетика. Это законы Менделя. Это опять математика. Вы поняли? И вот это можно было представить себе, что человек заплатил 7 тысяч за 280 косточек. Сотни из них наверняка. Я уж не говорю 140. Ладно. Мыши-то все. Сто дойдет до полдушек. Сто абрикосовых саженцев против одного. Пусть он там на два года старше будет. Если одновременно купить саженец яблони за 8 тысяч. Ну.